Летать Летать Правильная жизнь у человека выстраивается тогда, когда он вовремя стартует в опердате, когда он вовремя получает трансформацию своего платонического либидо в эротическое, когда ничто этому не препятствует, когда у него нет неудачных опытов, когда он встречает на своем пути корректных девушек, которые… А вот возраст какой вы считаете? Возраст чего? Возраст первого сексуального контакта, возможно. Мировая практика показывает, что этот возраст меняется от поколения к поколению. Да, есть тенденция к снижению, да, она есть. Она, безусловно, есть, потому что есть коммуникативные средства, которые позволяют избежать на сегодняшний день того, что называется формированием близкого контакта. То есть как бы вот формированием отношений. И в результате получается, что вот этот вот этап, он раз и выпадает первичной коммуникацией. А это сподвигает людей к более раннему и более быстрому началу половой жизни. Если я был помоложе, мы поиграли в пятнашки. Опыт показан, что это небезопасно. Сейчас мы заедем на территорию, узнаем наши новости. У нас еще 9 минут до отправки нашего андрологического корабля. Гражданин, вы простите, пожалуйста, нас. Вы нам немножко совсем затруднили разъезд. Будьте любезны, потом все сделаете в машине, ладно? Спасибо большое. У нас с тобой чуть больше месяца прошло, наверное, да, после операции? Да. Чуть больше месяца. Сосудик какой хороший, толстый, идет туда, куда надо. У меня еще есть сестренки две. Две сестренки. Какая премия. Ты знаешь, как их зовут? Нет, скажи. Уля и Соня. А подружки, девчонки, есть у тебя девчонки? Ну да. А ты когда вырастешь, кем будешь, расскажи мне? Папой. Папой, это хорошо. Вот это очень правильно. Как раз то, с чем мы с тобой так активно работаем. Покажите мне звонить через 6 месяцев, хорошо? Да. Я не буду ставить печать, мою подпись все равно скопировать практически невозможно. Эй, иди сюда. Пока. 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 Все. Счастливо. Так. Я с Вашей позвоню на Надюшу, иначе я говорить не смогу, ладно? Да. Спасибо. Без проблем. Спасибо. Спасибо. Пищеварка. Так. А больше мы не поймем. Весь здесь вставай. Давай. Заберемся. Нам надо, конечно, сделать. Еда – это святое. Война – войной, а обед – плодосписание. Ура. Всего доброго. Всего доброго. Хорошего дня. А я уже устал. Ты устал? Прямо сейчас устал уже? Да. Сильно – сильно? Я просто домой хочу. Домой? Ты расстроился? Да. Артемушка, а почему ты расстроился? Ты боишься чего? Да нет, было плохо. Голова болит? Да. Не придумывай. Ну, а давай тогда с тобой так сделаем. Если хочешь, ты просто посиди немножко на меня и смотри. Ладно? Ладно, мы пофотографируемся и поедем. Ты же приехал не просто. Да. Уже вечер. Да. Вечер, а потом ночь. А потом ночь, точно. А потом ночь. А что тебе больше нравится – вечер или ночь? Мне нравится вечер и ночь, и утро. И вечер, и ночь, и утро нравятся? Понятно. Ты в школу ходишь? Да. Молодец. Какой предмет тебе больше всего нравится? А все нравится. Скажи мне, а ты когда-нибудь видел море? Нет. Давно это было. Но было же. Видел, нет? А, да. Видел. Я купался там. Даже купался в море? С папой купался. С папой купался. Тебе было легко? Да. Тебе нравилось купать? Да, с мамой и с папой. И с мамой и с папой. Понятно. Понятно. Какой у тебя самый лучший друг? Как его зовут? Папа. Твой самый лучший друг – это папа. Папа – мой отец. Папа – твой отец. Замечательно. Я счастливый с папой. Когда мамы нет, ты счастливый с папой. А когда папы нет? У тебя… Мама есть. С мамой счастливый. Понятно. У тебя есть все. Да? А когда я один – сам счастливый. И ты бываешь сам счастливым? Сам по себе счастливым. Сам по себе. Какой ты молодец. Артём, спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное. Прости, что мы тебя отвлекли. Но я очень рад, что ты, Артём, счастливый человек. А когда я домой поеду? Всё. Ты можешь ехать домой? Спасибо. Вам спасибо. Извините. Спасибо. Пошли. Пока, Артёма. Пока. И ещё приеду. Приходи, Артёмушка. Извините. Спасибо огромное. Спасибо. Я посмотрю, что из этого получится. Я очень надеюсь, что что-то получится. Вот. Я обязательно покажу. ТР службы отсняты и смонтируют на метеору. Без вашего ведома ничего никуда не пойдет. Сегодня будет сюрприз. Потому что в гостях у вас человек, о котором мы наслышаны, но теперь и увидим. Итак, слово предоставляется члену-корреспонденту Академии РАЭН, доктору медицинских наук, профессору Тарусину Дмитрию Игоревичу. Здравствуйте, уважаемые друзья. Первое, что я хочу начать, я, наверное, в чём-то такой же, как вы. У меня тоже было два воспитанника, и они уже выросли, совершенно взрослые люди, состоявшиеся из одного, получился доктор, из другого программист. Но, как бы, в целом я частично знаком с вашими проблемами, которыми вы можете сталкиваться. Когда-то с психологическим факультетом университета мы провели опрос по поводу того, как часто нужно мыть мальчика. Меня удивил этот момент, это было давно, 12 или 13 лет назад. По мере загрязнения был ответ. Я не шучу. Я просто хочу обратить ваше внимание, что гигиена – это важнейшая часть жизни человека. И если мы с вами приучим маленького человека к тому, что ты зубки чистил – чистил, ушки мыл – мыл, ножки мыл – мыл, Писюн мыл. Почему Писюн обижаешь? Он тоже хочет мыться. Я хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день есть такая ситуация. Она существует. Пятая часть пар супружеских, которые впервые вступают в брак и в течение первого года имеют незащищенные половые контакты, не имеют детей. Это проблема первичного бесплодия. А доля мужского фактора в этом бесплодии ничуть не меньше, чем женского. И на сегодняшний день там по 30%. Снижение общей детности. И вот на то, на что мы, наверное, должны настраивать наших детей с точки зрения того, что, конечно же, формат, который существует сейчас и очень набирает популярность child-free, а количество людей, у которых нет детей, составляет в целом 22% населения. К внебрачным отношениям спокойно, морально неприемлемы эти внебрачные отношения для 78% людей, а добрачный секс оказывается приемлемым для 46% людей. Конечно, такие психологические установки, наверное, требуют определенной коррекции. Распространенные инфекции, которые имеются и передаются половым путем, сегодня, к сожалению, действительно существуют не только у девочек и у мальчиков, просто у мальчиков они чаще существуют действительно в форме носительства. Если их специально не выявлять, то мы их с вами, конечно, не увидим. Помните, сегодня, к сожалению, приказ о диспансеризации изменен, он изменен глобально. Мы начинаем не видеть по этому приказу ваших детей и всех других детей с 6 до 14 лет. Это огромный промежуток времени, в течение которого мы получим обязательно всплеск. Мы не знаем, почему так изменил Минздрав приказ, но мы вынуждены работать в рамках этого приказа, и поэтому будьте внимательны сами. Обязательно показывайте своих пацанов врачам. Если опрашивать ребят, которые попали в какие-то неприятные ситуации, почему с тобой случилась такая ситуация? Как вышло так, что тебе 13, а ты уже у нас такой серьезный опытный человек? Зов природы 2%, хочется 2%. Помочь подруге это 1%, да? И еще помочь подруге в другом вопросе. Я опускаю чтение, потому что у нас есть маленькие представители, представители не совсем взрослых людей, да? И, наконец, последняя крайняя позиция слова «развлечься». Это меня, конечно, так сказать, тоже очень удивляет, да? Я у девочек боюсь, что мальчик бросит, боюсь обидеть и потерять. Вот ценность их первой любви, которая у них возникает. 95% людей испытывают потребность в близости, соучастии, партнерстве и взаимности. Если мы вовремя это дадим, не будет такой ситуации, связанной с ранним началом половой жизни. Спасибо за ваше внимание и приглашение. С огромной любовью к вам меня зовут профессор Тарусин. Спасибо. Ну, спасибо. Действительно, я себе присылал себя, да? Спасибо вам огромное. Давайте еще скажем наше решение. Спасибо. Надеемся на дальнейшее наше сотрудничество. Продуктивное и репродуктивное. СМЕХ Ольга, какой у нас самый лучший? Да ладно, лучший. Да, любим же. Ну, любовь это же всегда хорошо. Спасибо. Дураков-то мы не любим. Ну, понятно. Я делаю следующее. Я сейчас мою руки. Я смотрю Мошоночку, да? Потому что ничего, скорее всего, с положением Митечка не изменилось, и УЗИ нам не нужно. Повторное. Вот. Нам нужно посмотреть. У нас, я попробую, мы хотели посмотреть, потому что у нас было вопрос. Я помню, то ли одна, то ли две. А меня интересует сейчас только размер Мошонки. А. То есть, насколько я смогу разместиться там с обоими устройствами. Как я не понимаю, да? Миш, а что? А что? Ты какие эмоции сейчас выражаешь? Миша. Понятно. Так. Ну, давай я вот так тебя послушаю. Смотри, забирай. Открываемся аккуратно. Я тебя послушаю. Туки-туки. Да. Тук-тук. Хорошо. Тук-тук. Хорошо. Ну, так и не шумит-то там особо. Ну-ка. Тук-тук-тук, ну-ка. Да нет, Миш. Ну, такой легкий, легкий есть. Щелчок. Ну, ладно. Ты не болеешь? У тебя сопелек нету, нет? А, все, Миша, все. Это еще. А, еще. Ну, хорошо, здесь, понятно. Хорошо, давай. Давай, урчит. 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 Мне сказали, что ребенок будет овощем. Я сказала, нет, мой ребенок не будет овощем, да, он будет ходить. Что для этого нужно? Ну, помимо лекарств, которые я отвергаю просто, массаж, да, то есть если вы не будете двигаться, вы не будете ходить никогда. Нет, все хорошо. Что? О, первые полгода я просто делала то, что я делала, не зная никакого диагноза, не про синдром. Просто совпало так, что мои действия оказались в нужном направлении. А это называется материнская чучесть. Если вы готовы сидеть в больнице, там, два часа между одной процедурой и другой, они говорят, ой, не хочу, у меня нет времени, да? Нет, конечно. Но я просто делаю акцент, что у меня еще этот третий ребенок. У меня еще двое детей ждали дома. Здесь просто огромные силы вкладывает мама, просто невероятные силы. Невероятно. Мама просто молодец. Ну, прям вообще все успели. Ну, Бодягины, ну, просто вы у меня прям синусовый ритм, отклонение влево, 15 градусов, 125 пульс. Не вопил, когда делали кардиограмму, судя по всему? Ой, это вообще замечательно. Замечательно, Сяюла. Слушай, Бодягины, ты прям... Ну, видите, результат есть, ребенок ходит, я надеюсь, что уже начал говорить. Он почти говорит, да. Он знает, что он хочет, у него есть желание, у него есть интересы, у него есть активность повышенная, потому что первое время он спал все время. И, ну, ребенок, у которого двигаются только глаза. Вот вам дают кулек, который вот такой бесформенный, и двигаются только глаза. На, вот так, вот, давай. Да, давай, давай. Работай. Мы рисуем, мы как бы вот карандашами, лепим. У него фомоторика. Что? Тактильные ощущения разные. Это все обучение. Что? У него... Вот это, ну, хорошо, бери. Помогали все, сестра, брат. КОНЕЦ Есть у меня такая тоже фраза, которую я приотношу достаточно часто родителям, когда мы беседуем по поводу операции. Я говорю, что я не рискую чужими детьми. И не рискую своими, да? Я просто не подвергаю маленьких людей риску. Есть определенные выверенные вещи. Конечно, да, есть фатум. Он есть. И у каждого хирурга есть свое маленькое кладбище, и у каждого есть, как бы, свои какие-то вещи, которые... Но у меня она, слава богу, очень недалеко, и все это... Это действительно фатум. Это бывает. И это не моя ошибка. Валентина Васильевна! Я точно знаю, что здесь нет чувства вины. С виной вообще жить очень тяжело. Это одно из самых глубоких разъедающих любого специалиста чувства. Мечта стать врачом, это было детское. Вот это воспроизводит моя мама. Она говорит, что когда меня там в 4-летнем возрасте спрашивали, кем я собираюсь быть, я называл такую несуществующую специальность расписатель. А расписателем в моем понимании был человек, который выписывает рецепты. Первую стоматологическую помощь я оказал дедушке в возрасте 6 лет. И из конструктора собрал бы машину. Хорошо, что у дедушки были съемные протезы. Моя медицинская карьера началась крайне рано, в 13-летнем возрасте. Тогда это еще было возможно. Я пошел в клуб юного медика при первом медицинском институте. Где-то как раз там мне было чуть не меньше 14. Я попал в клиническую больницу, взрослую, в травматологию. Времена были сложные, чуть алкогольные, чуть застойные. Но в то же время молодежь поддерживалась. Поэтому меня оттуда, если гоняли, то нечасто. И давали делать какие-то, ну пусть сначала мелкие, потом все более крупные. Потом еще более крупные вещи хирургические. Мне это нравилось. Там зашивать какие-нибудь разбитые головы. Пришивать откусанные уши. За мной, конечно, послеживали. Но когда понимали, что у меня стало получаться, к этому относились спокойно. И моя медицинская практика была достаточно шероха. Это была спецтравма. А там в спецтравме люди приезжали в состоянии легкого алкогольного опьянения. Поэтому, знаете как, вообще в советское время не спрашивали ни выбора врача, ни права на оказание медицинской помощи. И просто оказывали людей. Просто лечили. Дух, дух. Нет. 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 А может они здесь, да? Бодяга. Бодяга. Ку-ку. Как дела? Мы активничаем. Прекрасно. Попили воды. Прекрасно. Здрасте. Здрасте. Не держи руки? Нет, ничего. Заметите, как ведет себя? Поплакают чуть-чуть первые полчаса. Да, потом поспал, потом встал, сам гайст воду выпил. Молодец. 100 грамм воды. А скажи, на безрыбье вода рыпала. Ну да, да, да. Но настроение у тебя пока депрессивное. Нет, у нас она переваривающая. Здесь есть такой элемент, который требует определенного сдерживания активности. Ладно? Давай, полежи. Давай, поспили. Пахару. Ботинки, он отказался спеть, потому что... Ботинки эту давай. Аюшки, яй-яй. Баюшки, баюшки. Баюшки, баюшки, баюшки. Вот она какая. О, какая. О-о-о. Не, ну правда, она... На дуй живот. Стой. Отлично. Держи. Ну, обычно при великоциле 19, там 20, ну 30, да, 40 мы считаем уже как бы положено делать хирургическое вмешательство. Ну, это вот стандартные вещи, которые обычно видят, а это вот про тебя написано. Все правильно? Все правильно? То, что мы там видели, черти чего, в твоей несчастной мошонке и критическое значение скорости. 68. 68, да, вот. То есть, как понятно, да, что он просто колоссальный совершенно, при базовой 18. Вот твоя операция. Вот так видит доктор, когда работает без микроскопа. Вот так. Непонятно чего, да. Вот так видит доктор, когда работает под микроскопом. Вот это твоя часть больной вены, которую я убрал. Так что, Арсюх, ты у меня особенный, именно потому, что ты вот у меня особенный, у тебя не все было так вот просто, как мне хотелось. Вот всегда хочется просто тырк-пырк и все починил. А вот когда надо подумать, покрутиться, повертеться, по что-то такое там, вот, то это всегда сложно. Но самое главное, если это получается, то прям, я прям радуюсь. Ну, правда. А мы-то как рады. Хирургическое лечение не убирает данную проблему, потому что... Хирургическое лечение не убирает снижение фертильности. А не корректирует фертильность. Не корректирует. Да. Зачем что-то оно выполняется? Чтобы исторически неправильный тезис воплотить в жизнь. Не на своем месте, сделаем на своем. Так. То есть, сейчас ты, Гриша, сомневаешься в целесообразности? Я не сомневаюсь в целесообразности. Действительно, атомическая структура должна быть на своем месте. Так. И вот на данном вопросе работа детского хирурга практически заканчивается. Так. Потом взрослые люди идут с азаспермией или аспермией полной к эндопринологам и пытаются как-то это не проявить. А исправить это не получается. То, что можно сформулировать, то можно нарисовать. Иди. Значит, ты говоришь, что вот это вот и есть одна из центральных ошибок, которые мы сегодня совершаем. Мы рассчитываем на воздействие гормона вот сюда, а у него здесь рецепторного аппарата как бы нет. И вот эта связка губернакулем, она получается, по-твоему, гормонально нечувствительна. И она не способна сокращаться. Она способна сокращаться. Способна, но... Но это не основная ее функция. Какая ее основная функция? Нет, это функция подтянуть. Так, ну, но... Но ты же говоришь, если мы с тобой эту связку просто уничтожаем внутриутробно, говорим, то есть она также спускается, а нормально развивается. Нет, она спускается куда? В машонку. У кого? По-моему, на животных. На животных. Угрозных, правильно. То есть я к чему веду? К тому, что прямая транспозиция результатов исследования на грызунах на человека неприменима. Это можно обсуждать как одну из версий. Ты мне яичко, яичко нарисуй. Где оно? Это не первый курс. Это анатомия. Я не присаживаю в 3D. А зачем в 3D? Это 2D. Я не... Это 2D. Где оно? Ну, логически рассуди. Где оно? Ну. Ну? Наверное, внизу я должна идти. Ну, нарисуй. Вот. Вот я так подкалываю курсантов. Надо помнить, что яичко располагается всегда вне влагалищного отростка. Мезоперитениально. И у него одна стеночка вместе с придатком частично брюшиной покрыта. А вторая часть располагается экстраперитениально. И оно ползет, вытягивая за собой этот влагалищный отросток. За счет непонятного нам уже с тобой на сегодня ставшего губернакуриума. А грыжа и все остальное вода вываливается сюда. Но самое интересное заключается не в этом. В том, что оперирующие хирурги по 20 лет работающие берут, блядь, и кладут мне яичко в гордон. Понимаешь? Вот. И это меня всегда убивало. Природа устроена таким образом, что она защищает возможность воспроизводиться. Ну, а теперь рассказывай мне свою презентацию. А что вы уже рассказываете? Что значит? Я уже все же сказал. Ты огорчен? Я не огорчен. Клони головочку вперед. Стоматологи видят асимметрию лица? Асимметрию лица. Лица, да. Видят, нет? Нет. Что вот эта часть немножко меньше, эта часть немножко больше. Видят? Нет. Стоматолог нам ортодонт ничего на эту тему не сказала. Но мы там гомеобазон облюдаемся. У него вот эти вот процессы больше на одну сторону. Больше на одну сторону. Понятно. И он говорит, что пока вы не сделаете снизу, то есть аденоида, она выполняет как бы функцию... Пока вы не сделаете низ, не пройдет вверх? Не пройдет вверх. Обрали ему железосвязывающую способность сыворотки из вены, ферритин, трансферин. Такие слова знакомы? Ну, я не знаю. Это не для операции, это вообще нет, да? Не было никогда у нас, вот по нему никогда не было. У нас бабушка. Что это было сейчас? Поднимай рубашку. Поднимай рубашку. Дыши. Спиной. Дыши. Дыши. Анатолий Александрович, ты сейчас занят? У меня гражданин 9 лет с криптархизмом с одной стороны на завтра. Но меня беспокоит ситуация связанная с гемоглобин 131, а эритроциты 6,4, а цветовой показатель 0,57. Вот. То есть он как бы в железодефицитной анемии, на мой взгляд, не компенсированный. Ну, на мой взгляд. Мне просто их уже, правда, жаль откладывать, потому что вот, ну, правда уже, там теряет яйцо объем, и мне это очень не нравится. Все, хорошо. Я буду считать, что я получил, как бы, в такой, некое условное согласование, ладно? Ну, а смысловая нагрузка, если мы сегодня его покажем гематологу, как бы, да, и что он нам сейчас распишет опять лечение, и мы будем, как бы, его лечить и опять ждать. А яйцо там плохое. Оно, как бы, требует помощи. Просит прям. А для того, чтобы он мог помочь, я должен тебе поверить. Понимаешь, поверить. Ты можешь мне обещать серьезно, что ты поменяешь режим питания? Да. Я могу тебе верить. Ты говоришь мне честное, настоящее, пацанское слово, да? Да, если пацанское, то да. Ну, смотри мне, ладно, хорошо. Я имею в виду, что, конечно, мы бы его не взяли, да, если бы вот это, вот, как бы, это была бы какая-то кровавая операция, потому что с таким. Количество метроцитов это не актуально. Вот, но здесь мы, в общем, все. Но ты мне обещал все. Ты мне все обещал, хорошо? Разрешено. Давай, топ-топ сюда. Мужики, бахилы скользкие. Травматология на этом же этаже. Аккуратней. Аккуратн. Аккуратный. Папа, дай нам на всякий случай игрушку, пожалуйста, отвлекательную, развлекательную игрушку. В общем, это больше, а иногда бывает так, что вообще ничего не видно. Ну, поехали, зафиксировались и начинаем смотреться. Лягушоночка надо. Ну понятно, насчет жесткости нам все понятно, почему он увеличивается и уменьшается. Это нам как раз все предельно ясно. А вот что у нас с тобой представляет из себя такой сильно измененный придаток, пока я еще тоже не сообразил. Я расскажу. Все, кладоемом. Давай обратно. Лягушонка. Сейчас мы яичку смотрим. Лоханка у нас чуть потом. Так. Чем тебя развлечь, малыш? Чем? Последнее дело. Тихонько. Последнее дело. Честно. Тихо, тихо, тихо. Ответственно. Ответственно отношение. Так, сейчас буду писать и думать параллельно. Давайте так, послушайте меня сейчас сейчас внимательно. Пожалуйста, первое, что мы делаем, мы успокаиваемся. Вообще спокойно. Молодец. Вторая позиция, которая для нас принципиально важна. Мы занялись с разбирательством. Третье, за всю мою жизненную практику я не видел ситуации, которые бы возникали первично в придатке яичка и имели бы потом за собой какой-то вот яркий, негативный, настораживающий, очень серьезный компонент. Матвей Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь. Они были в медси. Их смотрел мой коллега доктор Бергников. Вот. И они выставляют им на образование неопределенного им неизвестного характера в придатке яички. Снимки ничего не говорящие здесь. Можно не смотреть. Это такое качество, очень такое. Сейчас я покажу то, что видим мы. Основные изменения находятся между головкой придаткой яичка и, собственно, самим яичком. Таких цифр в норме быть не должно. При архите может быть, но как бы должна быть какая-то другая клиника. В поведении он никак не изменился. Немножечко нарушился сон, мама считает. Но аппетит как бы хороший, чувствует на себя вполне хорошо. И вот мы предъявляем вам этого гражданина. Папа говорит, что видел, что… Чуть пораньше это вроде бы было. Цвета чуть другого. Возможно, вот это ушло позже, чем вот это. То есть здесь красный цвет, розовый сохранялся дольше, чем вот это. Ну, на онкологию это ультразвуковая картинка нас совсем не тянет. Не тянет, да? Либо что-то в брюхе искать, что могло передавить сосуды. Питается хорошо? Нет, потому что если в мамонтазу и у нас подвздошные будут подавлять, машинка может отечественно быть. Ради бога, простите, что вы мешались в ваш рабочий день, но… Это абсолютно безболезненно, у него нет температуры, нет изменений в крови, вообще ничего нет. То есть это вот несоответствие клинической картины и… Есть какое-то мнение по мошонке, вот такое какое-то особое? Кровоток усилен, безусловно. А? Кровоток безусловно усилен, да. Ну вот. Но Максим отказал, как бы, в… Это мы вот все засняли, увидели. Но здесь неопределено. Так, нормально? Все отлично. Так, сейчас исправлю орфографически. Спасибо огромное. Спасибо. ПОДПИТИСМЕНТОРСКОЙ ПЕАЛЬЦИИ Я не могу промолчать. Консервативные лечения начинали в 1999 году еще. Теперь через 20 лет мы смотрим на американские или там какие-то другие публикации, потрясающе совершенно, да, 20 лет должно было пройти, чтобы это каким-то образом переместилось куда-то, да, смелость меня поражает, 30% пациентов как бы лишаются необходимости хирургического вмешательства, радуют, втянутшиеся окно овертона, да, теперь меня орел по поводу того, что спермограмму нельзя исследовать, теперь мы на нее начинаем опираться, классная совершенно позиция, очень меня радует. Спасибо. Вечность упадет ровно вдвое даже по действующему законодательству. Для того, чтобы было понимание с 6 до 14-летнего возраста мальчика никто из специалистов не осматривает. Точка. Ты где учишься? В педагогическом институте. Да, да. Броне есть? На вечерке, на этом-то и проблемы. На вечерке, понятно. Они меня запугивают тем, что если я буду бегать, меня будут искать и посадят. Вдох, выдох, хорошо. Действительно, такая ситуация бывает, да, что ты вот ходишь за этим парнем там с раннего детства, там лечишь его, стараешься там наладить все это дело, а потом бах, забрали и все прахом то, что ты делал. Это неправильно. Люди, у которых есть репродуктивная недостаточность, они должны, конечно, заниматься поддержанием и лечением этого состояния в обязательном порядке. Вот. Потом что-то случается, и вся эта ответственность размазывается, 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 и нет виноватых. Тогда ты, соответственно, можешь тыкать вот этой спермограммой, она у тебя не с собой? С собой. Я тебе сейчас на нее печати еще понаставлю, чтобы она такая была, или она у тебя с печатями? Сейчас. Синие печати на ней есть? Есть, отлично. Значит, ты этим гражданам, да, ты тычешь, как бы, вот этим и заключением ультразвука. Понятно, да? И говоришь, что, ребят, ваши заботы мне понятны. Но у меня, несмотря на варикацию, все хорошо. Поэтому я оперироваться отказываюсь. Но надо хорошо понимать, да, что если мы с тобой ситуацию запустим, да, и, так сказать, будем ее транслировать в пользу военкомата, в ущерб здоровью, то это, конечно, не будет, как бы, ну, креативно, все равно, как бы, в твоей жизни, в плане того, что это, ну, как бы, такая функция, это тоже чрезвычайно полезное воспроизводство. Она, может, сегодня, кажется, ненужная, да, по прошествии, там, пяти-шести лет уже будет такой внутренний зов. Да, понятно, да. Надо, как бы, вот, генетику продолжить. У каждого могут быть свои задачи. У каждого, там, жениться, купить квартиру, я не знаю, там, закончить институт, еще что-то. Но конечная цель, первая и главная цель любой биологической особи, появившейся на свет, какая, транзакция генетической информации в следующее поколение. Надо передать то, что накопил ты, куда дальше, да. А для этого по умолчанию необходимо два объекта. Это мужчина и женщина, или, наоборот, женщина и мужчина. Так вот, если выпадает один из этих двух объектов, получается что? Бесплодие. И оно, я хочу, чтобы вы это хорошо понимали, знали, внесли эти знания своим коллегам, с которыми вы работаете. Оно начинается родом из детства. Все болезни в нашей специальности, почти все, даже мочекаменная болезнь, даже аденомопростаты, родом из детства. Здесь мы с вами видим детей до 7 лет в этой табличке. И вчитываться подробно не надо, посмотрите, пожалуйста, вот вниз, в самую последнюю, две последние строчки. Общее количество осмотренных у нас с вами получается в процентах, да, 100. А пациентов, у которых есть проблемы с репродуктивной системой, из перечисленных заболеваний в первом столбике, сколько? 64 и 1. Да, и поэтому говорят, что каждая пятая пара на сегодняшний день, что? Бесплодно. Не может воспроизводить свое потомство. Поэтому помните всегда, что дети это сложно. Но для вот таких специальностей, как урология, андрология, дети это эльдорадо. Да, потому что наши дети очень хорошо выздоравливают при правильном подходе. Субтитры создавал DimaTorzok Я никогда не думал становиться детским врачом. Я просто хотел быть врачом. Я совершенно не жалею в выборе профессии. Я не вижу себя в другой профессии. Может быть, только летчиком, но мне бы не позволило здоровье. А хирургом я хотел быть всегда. Но как-то надо было после несута жить. Потому что как бы ребенок, как бы, надо как-то себя содержать, надо как-то содержать детек. То есть вы вовремя. Если отрепродуцировался, я бы назвал это рано. Ну, помните, раннее попадание во взрослый коллектив. Это же всегда возможность для того, чтобы найти себя очень рано. Не только в медицинских вопросах, но и в других важных жизненных стезях. А сколько вы молодец, простите. Если вы не будете включать это, то у меня получилось зачатие ребенка, когда мне было там 14 с небольшим. Круто. Абсолютно об этом не жалею. У меня взрослый сын, я счастлив тем, что у меня, как бы, абсолютно вот такая, как бы, знаете, это очень здорово, когда ты... А она была у вас старше? Намного. Конечно. А как иначе? Она же там работала. Так что вот так я и живу дома. Слушатели кто? А? Так слушатели не обязательно, можно же петь для себя. А пока еще я день от дня, сантиметры прибавляю во сне, значит, нечего на долю пенять, раз такая доля выпала мне. Значит, нечего на долю пенять, раз такая доля выпала мне. Ну, хорош. Вась, ну, я уже птичьи лет нету. Мне пальчики войдут. Вась, ну, я уже птичьи лет нету.